Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Тукетс на Твиттер. Используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Тукетс на Рамбл. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Тукетс на Рамбл и Твиттер. Субтитры сделал DimaTorzok Хантер Байден впервые за долгое время появился в Белом доме. Сразу после заключения сделки со следствием, его притащили на званный ужин с премьером Моди, как бы пытаясь показать, что Хантер теперь отбился от коррупционных обвинений. Но тут же вспыхнул новый скандал. В Конгрессе дал показания спецагент налоговой службы Гэри Шепли. Он обвинил Миньюст в потворствовании Байденом. Поэтому Хантеру и удалось отделаться легким наказанием за вполне серьезное обвинение в неуплате налогов и незаконном хранении оружия, в то время как нападки на Дональда Трампа приводят к серьезным обвинениям. В 2017 году Хантер вымогал деньги у китайских бизнесменов, причем вместе со своим отцом, хоть тот и отрицает, что имел отношение к серым схемам сына. Миньюст наотрез отказался это расследовать, и там не стали давать прокурору, занятому делами против Хантера, статус спецпрокурора, фактически ограничив его полномочия. Прокурору еще долго не разрешали выдвигать обвинения против Хантера, видимо, ожидая удобного момента в электоральном межсезонье, чтобы это не помешало демократам на выборах. А в один момент, когда у Хантера должны были пройти обыски, в Миньюсте ему заранее об этом намекнули, чтобы у того была возможность вовремя уничтожить все улики. Хантер умудрился заработать 8 миллионов долларов на откатах в Украине, Китае и Румынии, а проводил он эти операции через Мальтийский банк, уличенный в отмывании денег украинскими олигархами. Но за все это ему грозит лишь несколько лет испытательного срока. Половина американцев уверены, что Хантер вышел сухим из воды за счет своего привилегированного положения. А республиканцы в Конгрессе вновь грозят объявить Байдену импичмент. Так что политический кризис в Вашингтоне только усиливается, и нынешние скандалы грозят еще сильнее подорвать остатки репутации семейства Байденов. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выступил в Конгрессе и объявил о наступлении новой эпохи демократии и демографии, как бы намекая на усиливающуюся роль глобального юга в противовес Западу. Индия важна для США как таран против Китая, поэтому Моди и устроили королевский прием в Вашингтоне. Но далеко не всем американским политикам его речь пришлась по духу. Левая фракция демпартии и законодатели-мусульмане, включая Ильхан Амар и Рашид Лайб, демонстративно бойкотировали выступления Моди, а 70 демократов выкатили открытое письмо с обвинением в адрес Моди в нарушении прав человека. Они требуют от Байдена скорректировать политику отношений Индии и не уговаривать Моди стать союзником США. При этом ястребы из обеих партий представили законопроект о включении Индии в список привилегированных стран для поставок американских вооружений. В него ходят члены НАТО, Австралия, Израиль, Япония и Южная Корея. Одновременно Индии неофициально намекнули на возможность санкций, если она продолжит закупать российские системы ПВО. Техас теперь штат с белым меньшинством. Демографическое замещение, продвигаемое демократами, неумолимо. Уже в четырех американских штатах, включая Калифорнию, Нью-Мексико, Гавайи, а теперь еще и Техас, белые находятся в меньшинстве. Следующие на очереди Невада, Джорджия и Флорида. В Техасе доля испаноязычных достигла 40%, а процент белых упал до 39%. В штате впервые с 19 века, когда Техас еще находился в составе Мексики, теперь доминируют испаноязычные. Похожая картина и в Калифорнии, два крупнейших американских штата быстро мексиконизируются. Согласно последней переписи населения, доля белых американцев за 10 лет по всей стране сократилась с 62% до 57%. Продолжает падать. Причем сейчас белых становится меньше и в абсолютных цифрах. Это связано с высоким уровнем самоубийств, опиоидной лихорадкой и падением рождаемости. В целом по США доля испаноязычных выросла до 19% в условиях рекордной миграции, когда сотни тысяч нелегалов ежемесячно штурмуют границы США. На фоне демографического замещения в Техасе усиливаются и сепаратистские настроения. Недавно в Конгрессе штата был представлен законопроект о проведении референдума по выходу из состава США. Техасские националисты надеются, что в один момент откроется окно возможностей для сецессии и создание своего латиноамериканского оазиса с низкими налогами, нефтегазовой житницей и промышленной базой из компаний, которые релацируются в штат. Демократы в панике. Роберт Кеннеди грозит вернуть в хаос партийные праймерис, которые по замыслу должны были пройти на автомате и закончиться коронацией Байдена. Ведь в участии Кеннеди в президентской гонке совпало с внутрипартийными дрязгами о календаре праймерис. Эстеблишмент Демпартии впервые за 40 лет поменял порядок проведения праймерис под Байдена и отодвинул на второй план традиционный Айову с Нью-Хэпширом, сделав впервые голосующим штатом Южную Каролину. Это самый удобный штат для Байдена, и именно он здесь впервые выиграл на праймерис в 2020 году. Однако Айову с Нью-Хэпширом не хотят сдавать свои позиции без боя, поэтому они, вопреки мнению Демпартии, все равно собираются провести праймерис раньше всех. Байден уже пообещал, что в таком случае он просто откажется в них участвовать. И тогда Кеннеди в отсутствии конкуренции имеет все шансы выиграть в первых двух штатах на праймерис, что станет сильнейшим репутационным ударом для Байдена. Но есть и еще один сценарий, который пугает демократов. Кеннеди может в итоге пойти на выборы как независимый кандидат. Опросы показывают, что в случае повторных выборов с участием Байдена и Трампа больше 10% американцев будут готовы проголосовать за третьего кандидата. В таком случае Кеннеди уже может стать настоящим спойлером для Байдена, отколов у него немалую долю лектората и обеспечив победу Трампу. Белый дом предпринял стратегию тотального игнора Кеннеди, с ним не будет дебатов, и Байден его никак даже не будет упоминать. Но это может привести к плачевным последствиям, особенно если Кеннеди, выступающий с антивоенной повесткой, продолжит намирать популярность в стане рядовых демократов. Конгресс в рамках оптимизации государственных расходов покусился на святое – военный бюджет США. Его предлагается впервые за 30 лет сократить на 5% или 40 миллиардов долларов. Ястребы в Вашингтоне уже закатывают истерику, ведь в таком случае проблемы Пентагона еще усугубятся. Урезание военных расходов с нынешних 860 до 820 миллиардов долларов приведет к вынужденному сокращению вооруженных сил с военной техники, пойдут под ноши некоторые программы разработки перспективных вооружений. Например, численность военных кораблей США уменьшится с 298 до 291, что уже ощутимо меньше, чем военный флот Китая, например, в 350 кораблей. Завис вопросы с дальнейшими траншами Украины, когда нынешние бюджеты закончатся ближе к концу лета. Конгресс уже готов урезать на 2,5 миллиарда долларов программы закупки новых ракет для восполнения нескольких годовых запасов, которые уже были истрачены в Украине. Пентагону с трудом удалось поднять выпуск 155-мм снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц. Но и эти месячные объемы, в принципе, используются в считанные дни. Белый дом хочет производить по 70-80 тысяч снарядов в месяц, но это случится не раньше 2025 года. В рамках бюджетной сделки республиканцев с Байденом другие федеральные агентства ждет еще более жесткая оптимизация с сокращением расходов на 15, а то и 30%. Но именно у Пентагона сейчас наиболее кризисная ситуация. В вооруженных силах острая нехватка рекрутов. Кому теперь еще и урежут зарплаты. Но в исполнение других проектов денег тоже может не найтись. Как в таком случае конкурировать с усиливающимся Китаем пока не ясно. То есть 88% компаний, 88% инвестиций BlackRock в 500 S&P американских. Представляете, что это такое? То есть они владеют всем. Даже вы сегодня, покупая какие-то облигации, или там вкладывая деньги в какие-то компании, кто откладывает в пенсионный фонд, все пенсионные фонды, вы хотите или не хотите, вы сегодня участвуете в BlackRock. То есть ваши деньги плавают. Вы же без вашего даже участия. Но это еще не все. Госассамблея ООН, а также Совет Безопасности ООН, может издать резолюцию, обязательную, обязательную, обязующую Всемирный банк или МВФ для того, чтобы сказать, что это вы делаете, а это вы не делаете. То есть они вводят определенную обязаловку для того, чтобы Международный валютный фонд или что-то еще имело определенное решение. То есть ООН на сегодня влияет на Всемирный банк и МВФ. Кому выделить, каким странам деньги давать, сколько, к примеру, Украина должна получить, сколько должна получить Зимбабве, и сколько они, какой процент они будут отдавать. Поэтому все эти организации вводятся для большего контроля. Это петля, которая вешается в принципе на американских народных платильщиков и выводит законы Соединенных Штатов, кто-то заводит под интернациональные законы мировых бонус. Ну это ладно еще. Давайте посмотрим, а кто же влияет на ООН. ООН же тоже может быть кому-то, кто-то влияет, кто-то отчитывается. И тут вступает в любой так называемые NGO. Это Non-Government организации, то есть, или, как они говорят, Non-Profit организации, как их называть еще, как говорят, общественные организации, публичные, да? которые формируют мнение общественное. Они организовывают. Они так называемые mobilized public opinion. и они продавливают в ООН различные идеи. Какие идеи продавливают ООН? То, что мы последнее видели, последние инициативы, последних двух лет, это так называемый P.R.I. Principle for Responsible Investment, да? То есть, чтобы компании не вкладывали в, как это называется, в fossil fuel, то есть, в природные, в природные источники, там, газ, нефть, все остальное, чтобы компании не вкладывали деньги, чтобы инвестиции страховой компании не вкладывали деньги вот в различные источники ископаемых, ископаемые энергии, да? И это они продавили. Также они создали инициативу, да? P.R.I., то есть, это финансовые инициативы ООН, и плюс NGO, и плюс банки, которые участвуют в этом процессе, да? Они участвуют в этой инициативе. Эта инициатива называется UNEP. Если вы встретите четыре буквы UNEP, это, это, это вот совместная банда, организованная этими NGO, ИВО, это будет финансовый инструмент, который будет регулироваться, который будет регулировать вложение инвестов денег в различные вот эти вот, скажем так, если вы хотите добывать нефть на Аляске, вам нужен кредит в банке для этого, то такая организация, как UNEP, то есть ООН, или еще какая-то, может вмешаться в дела банка или любую другую кредитную организацию, сказать, товарищ, вы не можете вкладывать деньги в эту компанию, потому что комп эта компания является владельцей. Она противоречит нашим принципам. Если вы вложите в нее деньги, мы ваш банк, мы понизим ваш рейтинг, и ваш банк больше не получит кредитов, то естественно, банк не даст никому кредит. То же самое касается компаний страховых, то есть история начинает идти по кругу. Теперь спросим, да, логичный вопрос, ну хорошо, а что за эти NGO, то есть что за, что за компании эти NGO, которые контролируют, которые контролируют общественное мнение, да, что за крупные организации, которые входят и влияют на ОООО. Список не нового, господа. Amnesty International, у них годовой доход 322 миллиона долларов. Куда у Amnesty International? 392 миллиона долларов, спросите. Doctors Without Borders, то есть доктора без границ. У них годовой доход 2 миллиарда долларов, годовой оборот 2 миллиарда долларов. Международный фонд дикой природы, WWF, ну это известная организация 250 миллионов долларов в год Какая-то компания Oxfam Да, это у нее 119 миллионов долларов А еще есть новая организация некая, называется Save the Children Байден в общем сохраняет детей вместе со всеми, да И у нее почти миллиард долларов 950 миллионов долларов годового оборота Вы спросите, а кто вкладывает деньги в вот эти организации? Есть три страны в мире, которые являются главными донорами всех вот этих вот, сказать, левых организаций, или этих сумасшедших левых Эти три страны являются главными спонсорами Это Голландия, Норвегия и Швейцария Норвегия, Голландия и Швейцария Три страны, самые крупные доноры вот всего этого дела То есть они же влияют на ООН Кстати Суд международный по какой стране находится Скажите? Голландия Также банки Крупные банки XIA Bank BNP Paribas Deutsche Bank HSBC и ING Дальше фонды различные финансовые, которые поддерживают это все Ford Foundation Rockefeller Foundation William & Flora Hewlett Fund Это, скорее всего, Hewlett Packard Миллиардеры А ну куда же Фонд Билла Билла Гейтс Да, то есть не без этого Ну это же Бо собой И самый сладкий парень у нас в конце Который, естественно А И ни за что никогда не отвечает Которому 92 года Это Open Society Source Foundation Эти Вот все перечисленные Они влияют на эти НГО Которые они создали Они их финансируют И они влияют на ООН А ООН Которые уже влияют на МВФ И все остальное Длинная цепочка Но так захватывают власть Так что На сегодняшний день Ребята Картина маслом Поэтому это сегодня уже все работает Это тоже влияет на экономику США Очень серьезно И на мировую экономику Под это идет уничтожение коров Под это идет швабовская вся история И мы можем сейчас перечислить Очень много вещей Которые сейчас происходят В связи с этим Так что Это вкратце Для того чтобы вы понимали Что все состояния Которые народ сегодня переживает В связи там С различными там Прокламациями То есть компании Коммерческой компании Соединенных Штатов и мировых Все кто участвует в бирже Кому нужно финансирование Вынуждено все вывешивают Все эти цветные флаги И участвуют во всем этом дерьме Которое происходит Будьте в курсе того Что происходит на самом деле А не только того О чем считают нужным вам рассказать Тукетс на Твиттер Используйте возможность Свободно говорить о политике Без блокировок и банов Тукетс на Рамбл Подписывайтесь Чтобы оставаться в курсе того Что на самом деле происходит с вами Ваша финансовая помощь Нам необходимо Чтобы компенсировать затраты На производство политических эфиров Инфоленты И авторских проектов Поддерживая информационный ресурс Без пропаганды и цензуры Вы боретесь с засилием политиков Лишающих нас свободы слова И превращающих наше общество В безмолвных рабов Используйте PayPal Зелия Кофе А также суперчат Рамбл И твиттер Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин